Сам Васильевич, доброе утро! Здравствуйте, Андрей Владимирович! С одной стороны рынок стоит на месте по индексу Московской биржи, с другой стороны есть акции, например, Санкт-Петербургская биржа, Озон, Мечил, ЮГК, которые инвесторов наших интересуют. Ты как-то слишком смешал. В одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. А я объясню, а можно я объясню, как я смешал? Я вам расскажу, как я смешал. И я просто сегодня открыл приложение, я покупал серебро Тинькофф, и там такая штучка, три акции, которые больше всего интересуют наших инвесторов. У меня всплыла, вот поэтому оттуда я ее взял. Ну это, видимо, ваших инвесторов в Тинькоффе. Не знаю, интересуют, почему. Мне кажется, больше всего инвесторов, если по-другому, по данным Московской биржи мы посмотрим, чем больше всего владеют инвесторы. То на первом месте там Сбербанк, на втором там Лукоил, на третьем Газпром. Вот это, наверное, интересует. Этот интерес, он моментер. На этой неделе. На этой неделе, вот, что больше интересует? На этой неделе, вот, чтобы не, меня не обвинили, что я не точно на этой неделе. Другие, есть другие параметры интереса, это оборот. Вот Мечел, который ты упоминал, у него были большие обороты на прошлой неделе. Вчера я не смотрел, по прошлой неделе он был чуть не лидером, да, и обычка, и преф по оборотам. Ну, Сбербанк на месте, все остальное на месте. Инвесторы, физические лица, которых 80% создают активности, они ищут возможности, поэтому и такие движения происходят. Больше ничего, ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Единственное, что Мечел здесь выделяется, ну, Озон, наверное, тоже, да, что Озон отчитался, прибыли как не было, так и нет, но обороты растут в соответствии с планами. В соответствии с планами. Ну, Озон, слушай, Андрей, выйди на улицу, я выхожу, я вижу этих пунктов Озон, выдачи, у них уже, наверное, конкуренция. Озон, видимо, никак не ограничивает, как раньше мобильные операторы, чтобы не ближе, чем там 100 метров друг от друга были. Они уже на каждом углу, и как они свои франшизы отрабатывают по рентабельности, не знаю. В общем, я захожу в ближайший пункт Озона, от меня он находится в 50 метрах, наверное. И там, в общем-то, никакой очереди никогда нет. Практически там... А у меня два пункта. Один на Малогвардейске, на Ярдской 4, он пункт мультипульсы. Там тебе и это самое, Боксберид и все остальное. И Озон тоже. А второй пункт не мультипульсы, только Озон. Там действительно пусто. Ну, это уже, так сказать, франшизные дела. Скорее всего, они же сами зарабатывают эти пункты выдачи, арендуют и делают. Но я к тому, что Озон уже центральную Россию, наверное, охватил. Вот я иногда еще езжу по регионам, и тоже там Озона достаточно много. Так что выход на прибыль, наверное, это всего лишь вопрос времени у Озона. А если он выйдет, то уже будет совсем другая или еще лучше оценка. То есть рост Озона можно объяснить, интерес к Озону можно объяснить. Есть одна из теорий, кто там автор, я не помню, что ты покупай то, чем пользуешься. Озоном все уже сколько? 50 миллионов граждан Озоном пользуются. Соответственно, перспективы компании другие. Ну, про СПБ-биржу. Там просто колебания в день на 20%. Кому-то это очень интересно. Он думает, что из этих 20 он свои-то 3-5 всегда выловит. Вчера он стоял на месте. Ну, вчера, может быть. Ну, а в Мечеле, не знаю, комментировать сложно. В Мечеле вроде бы долг сокращается, достаточно информации мало. И Мечел относительно остальных металлургов, он сильно дешевый, если не считать долга. Про Мечел я только помню, что доктор к нему ездил там, или собирались доктора послать. В одно время. И с тех пор судьба его стала печальной и печальной. Вполне возможно, что он... Некоторые аналитики дают оценку в два раза выше текущих котировок Мечела. Вполне возможно. Ну, вот все, что ты не перечислил за исключением Озона, наверное, это мне неинтересно. Я в таких не участвую. Я, если хочешь, чуть позже расскажу, что я делал на прошлой неделе на рынке акций и почему. Нет, а это можно платный канал переместить. Ну, можно переместить. Я шучу, извините. У меня логика такая. Я только хочу сказать, ребята, у меня есть телеграм-канал, а потому что акция, облигация, биржа, это все женского рода, поэтому логику сложно понять биржа. Вот я мужчина с такой структурированной логикой. Я хочу сказать, что, ребята, у меня есть еще телеграм-канал, если интересно, там выступают спикеры интересные. Ссылочки в описании. Это для тех, кто интересуется инвестициями, потому что я там не занимаюсь финансовой пропагандой, чтобы, типа, Верников встал и поехал. Нет, там совершенно разные мнения. Я хотел только перед этим спросить у вас по поводу Росагра, потому что Росагра тоже попала в тройку акций, которым людям интересны. Которые выросли. Людям, еще раз, людям интересно, мы уже... А это недели. Параметры интересов. Вы хотите мне, чтобы я ругал это самое... Нет, ругать не надо, но проценты роста не всегда адекватно отражают интерес людей. Это там сегодня есть интерес, завтра нет. В целом, я могу свое мнение по рынку сказать, что вот в текущей ситуации, когда мы видим укрепление рубля, мы его видим, да, и ставку мы видим 15, очень трудно найти какие-то интересные акции вот на текущих значениях индекса московской биржи. Поэтому вот такие движения, ну это что, на 5-6 процентов, это какие-то разгоны касательно Росагра то же самое. Компания оценена уже неадекватно дорого. Если она проведет редмицеляцию, что они все должны сделать, то образуется навес тех, кто купал вне контура российского. Вот как мы видим в том, что уже произошло, да, вот одна компания у нас это сделала. И у всех у них такая будет, наверное, тех, кто будет идти этим путем, будет какой-то навес продавцов, которые будут фиксировать свою прибыль, которую, так сказать, они взяли на себя риск и поучаствовали в покупке евроклирии или где, ну в нероссийском контуре. Вот поэтому все оценено сейчас относительно движения по рублю и относительно ставок дорога. Да, вот индекс дорогой. И что-то в нем там выделять и пытаться сказать, что что-то недооцененное на горизонте там полгода-год заработаем, это пальца в одной руке хватит, чтобы таких эмитентов там найти. Ну вот такие движения, они у нас будут обязательно. Ну, Росагра тоже ничего не скажу. Дорогая компания. Продавать в Китай это та еще затея, понимаете. Мы газ в Китай продаем, а прибыли от этого имеем, наверное, мало. Обороты имеем большие, да, а прибыль небольшую. Но мы же братья. Брат должен помогать брату без денег, правильно? Не брат, ты мне, как говорил один брат в автобусе или где он там говорил, да? Александр Васильевич, вот я понял, почему у вас голос стал жестковат. Потому что вы гарнитуру сменили. Гарнитуру сменили? А, не знаю, может быть, да, нет, это я просто чуть болею, а хрип. Нет, новая гарнитура, я такой не видел еще у вас. Да, это дешевая гарнитура. А у вас шнур серебряный, нет, к этой гарнитуре подходят? Нет, это что, серебряный, Андрей, медный. Медный? Хорошо, если медный, а то еще и алюминий. Без кислорода, да, самая дорогая, без кислородная медь, да? Ну, ты хочешь завлечь меня на территорию, где я ни хрена не понимаю, и там разбомбить. Так, слушайте, нет, почему, я хочу вам продать хорошие шнуры, вы ничего не понимаете. Что вы делали на... Знаешь, здесь другой оперы, просто мы же лирику тоже любим. Марк Твен, по-моему, говорил, да? Никогда не спорьте с дураками, потому что он там, у него большой опыт, и он там вас заманивает на свою территорию, а там он вас разнесет в клочья. Но это не про нашу ситуацию. Спасибо большое, спасибо, мы поняли. Специалистами, не спорьте с специалистами, у них компетенции значительно больше, чем у вас. Ну так, интерпретарь. Мы вас за эту шпильку так отмонтируем, что вам мало не покажется. Это не... Андрей, вы же по-доброму все. Слушайте, а вот хотел спросить по поводу, что вы сделал на этой неделе, вот на прошлой неделе. Какие делки были, вы сказали, что скажете? Одну сделал инвестицию. Ну, то, что у меня было, мелкие портфели ценных бумаг, которые я уже говорил, это ВТБ, это система, и это транснефть. Это я держу. Вот. И даже планирую докупать, если будут какие-то движения, там, рублям к 15, если система упадет, то я ее куплю. Еще. Еще. Буду сокращать облигации и покупать вот эти акции. Ну, это у меня такие горизонты месяца на три, наверное. Ага. Сейчас скажу. Две причины. Ну, первая причина, наверное, вот мы с тобой в Ютьюбе, да, а был у нас такой еще теперь запрещенный уже Инстаграм. Вот. Мне кажется, что судьба Ютьюба в российских реалиях, она, ну, неизвестна, скажем так, неизвестна, да. То есть, есть какие-то, мне кажется, или там в разных появляются СМИ, есть мнение, что он вредит, так сказать, российской аудитории. Вот. Ну, и опять же, мы знаем, что там, как бы, всякие иностранные агенты против Триединой и Святой Руси выступают на Ютьюбе. Вот. Так, я предусти, это самое, ну, логику, логику свою. И второе событие, которое меня подвигло, это у нас, вот, я большой любитель спорта, а именно большого тенниса, проходил итоговый турнир мужской в Турине, да. Джокович, опять выиграл Джокович, вот. И где бы его посмотреть онлайн, я, так сказать, озаботился этим вопросом. Раньше я пользовался всякими, там, Окко, там, Мегаго, там, Матч-Арена или, там, Евроспорт, все это делают ранее. А сейчас этого ничего нет. Вот. И, соответственно, поиск онлайн-трансляции, там, в Телеграме, привел меня в ВК-видео. Представляешь? Где с комментариями русскими, видимо, спонсируемые вот этими букмекерскими конторами, или просто каким-то образом, как сейчас у нас на государственном уровне говорится про художественные фильмы, например. А какие там авторские права, нахрен? Надо просто смотреть, и все. Вот. Качай и смотри. Так вот, на ВК-видео в онлайне я этот турнир посмотрел. Ну, и, соответственно, какие выводы? YouTube может... Routube, кстати, по-моему, тоже ВК принадлежит, да? Не знаю, насколько он там развитый. Если YouTube прекратит свое существование, то компания ВК получит новый драйвер роста. Вот. Поэтому по 600 рублей было куплено в 600, даже дороже, 10 ВК с целью 1000 рублей и достаточно на большой объем денег. То есть что-то из облигаций мне пришлось продать. Процентов на 5, наверное, я купил ВК. Вот, исходя из конъюнтуры, которая, мне кажется, складывается на данный момент. Ну, и, кроме того, там есть какие-то, ну, ВК, да? То же самое. Редомицеляция. Продавцы пока еще есть, но их все меньше и меньше. А уровни вверху, там, как минимум, закрыть гэп перед тем, как они редомицеллировались. Это где-то 650 рублей. Вот. Может быть, даже и стоит добавить. Ну, а так, цели, наверное, 50% заработать. Примерно такие у меня на горизонте год. Заработать на ВК 50%. Вот. Даже год, наверное, многовато. Думаю, что надо квартально жить сейчас. И такая, наверное, раздел рынков, что до, что после. Это, наверное, выборы в следующем году, если они будут у нас в марте месяце. Вот. Это и на курс, можно и на индекс. Ну, будут влияния, в общем, на рынок будет оказывать влияние в будущем году. Вот это событие и, соответственно, бюджет. Вот. Так что я по квартально мыслю. Год, наверное, растянул. Два квартала. Может быть, чуть-чуть меньше. ВК. Я надеюсь, что 50% на нем я заработаю. Вот такая логика у меня была с совершением операции. Давно я не покупал на такие большие объемы. Кстати, насчет запрещенного Ютуба. Вы знаете, что вот майка корейской фирмы Фила. Вот спортивная. Это итальянская фирма. Ну, по-моему, сейчас уже корейцы купили. А, ну, может. Вот. Ну, неважно. Какой-то фирмы, которая позиция по отношению к России достаточно мутная. Она не акцентирует пока никаких акций в поддержку России. На всякий случай вам хочу сказать. А так что я вам рекомендую фирму... Сниму сейчас. За спорт. За спорт. Андрей, я хотел бы на две минуты назад или три минуты про Марка Твена опять вернуться. Не будем педалировать эту тему. Это не относительно вас было. Ваших знаний в электронике. Вот. А насчет вот рубашки. У меня рубашка полностью отечественная. Отечественных материалов и пошита русскими партнерами. Это так. Да, да, да. Русскими в Хендерсоне, наверное, да. Я у вас видел всякие там трусарди. Или они уже порваны в клочья. Это они были куплены до начала СВО. Сейчас это невозможно просто меня увидеть. Это до нашего последней, так сказать, Дадыр. Дадыр. Мой Дадыр. Я хотел спросить, а вот вы ЮГК участвовать или нет? В чем? Золотобывающая компания взошла на звезды. Да. В IPO? Да. Не, ни в каких IPO не участвую. И в целом, наверное, не планирую участвовать. Потому что хорошее время для тех, кто проводит IPO. И плохое, мне кажется, для тех, кто пытается в них участвовать. Вот. Как-то так. Потому что что-то выросло. И то вряд ли можно оценить, что это как-то адекватно. А много упало. А, у меня еще есть позиция из предыдущих IPO как кармани. Я давным-давно купил. И так ее и держу. Но не на IPO, а после. По 2,80. Вот. Так что в IPO ни золото, ни тем более заправок участвовать не буду. Хорошо. Можем поговорить про доллар ниже 90? О, он уже ниже 90. Это наша любимая тема. Да. Видишь. Как это самое. Помнишь, обыкновенное чудо. Я буду лирически отступление. Там Миронов, когда там пальнул он в девушку, стрельнул в хорошую. Говорит. Люблю рассказывать о делах, которые удались. Наши прогнозы сбылись. Почему же не поговорить-то об этом? Ну, а что дальше? На карете прошлого далеко не уедешь. Что дальше? Что дальше? Дальше. Смотря какие горизонты. Дальше, если до конца года. Я думаю, что выше 90 до конца года мы не уйдем. Поэтому мои планы купить, они пока не осуществились. Но думаю, что я их осуществлю. Может быть, будет 85. Может быть, может быть, что еще может подвигнуть к большому укреплению рубля? Это какое-нибудь ужесточение внешних санкций, внешнего давления. Ну, как-нибудь арестуют счета ГМК на рельский никель, например, валютные. Ну, это я так к примеру, не просто. И тогда мы увидим то, что мы видели летом прошлого года. Почему рубль укреплялся ниже 60? Потому что все боялись хранить в твердых, или уже не твердых, для нас мягких, долларе и евро. Я думаю, это была самая главная причина. Поэтому маятник сюда может качнуться еще дальше. Но в целом, это если горизонты месяц-два мерить. А если посмотреть, например, на середину года следующего и на бюджет, который у нас на будущий год. Кстати, у нас бюджет будущего года больше, чем бюджет 25-го года и 26-го. И по доходной, и по расходной части. То есть у нас планируется либо рост ВВП такой мощный, что доходы будут... У нас рост доходов, по-моему, на 22,7, а расходов на 15, по-моему. То есть нормально все, превышение доходов. На 20, рост расходов примерно на 20, 36 триллионов, да? Ну, нормально, доходов мы сраздуваем, построить новую экономику. А ЦБ говорит, что у нас ВВП в будущем году вырастет на процент или полтора. А в этом там, в принципе, все считают, что где-то трехпроцентный рост, ну, он всего лишь компенсирует такое же падение, которое было в прошлом году. Поэтому, ну, в общем, ВВП не растет ни на 20, ни на 5 процентов. И за счет чего будет наполняться бюджет? Тут вот, может быть, так сказать, за счет эмитентов фондового рынка, которые должны, как корову надо меньше, чтобы больше молока давала и меньше ела, надо больше доить и меньше кормить. Вот. Либо за счет девальвационных вещей. А может быть, за счет того и другого. Вот в этом году мы видели наполнение бюджета за счет девальвации. Прекрасно сработало, да. Был дефицит-дефицит, там первый квартал, второй. А потом раз и начался, так сказать, наращиваться доходная часть. А рубль вместо 70 стал стоить 100. Вот так что я думаю, что к середине следующего года мы увидим ровно такую же картину по рубль-доллар. То есть 120, например. Например. Так как ближайшая цель. Поэтому вот ближайший месяц-два это хорошее время для формирования валютной позиции. Для себя рассматриваю так. Всем остальным советовать не буду. Пусть каждый думает сам за себя. Вот что я думаю про рубль-доллар. Что до конца года выше 90 мы быть не должны. Поэтому вот есть какое-то время, месяц с небольшим на покупки. Может быть даже это будет в январе и феврале еще сохраняться уровень 90 минус. А если параллельно вы сидите еще в рублевой доходности по 1% в месяц, да, за пару месяцев, там, даже 2% роста доллара вас особо не должно смутнить. То есть если будет 92, тоже ничего страшного, в принципе. Понятно. Ну вот не будем. А еще вопрос такой. У нас есть сегодня лирическое отступление? Лирического? Ну сегодня такого большого лирического, наверное, нет. Сегодня, знаешь, я как гражданин, наверное, это самое, прочитаю Конституцию Российской Федерации на память. А именно статью 3, где источником власти является народ или носитель суверенитета, источник власти народ. Он осуществляет свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти. Я прям, я помню это все, да. Непосредственное осуществление, это, безусловно, референдум и выборы. Ну а также митинги и демонстрации, которые там не упоминаются, но я думаю, что это тоже непосредственно. Ну и захват власти, это преступление, пункт 4, статьи 3. Никто не может или не имеет, так сказать, в России. Вот это Конституция, по которой мы живем и, надеюсь, будем жить дальше. Страна-то у нас все-таки, в связи с тем, что поправки были внесены в 2020 году, не перестала быть Российской Федерацией? Нет, встала на другой. Это вопрос вам. Так, знаете, что я хочу сказать? У нас, так сказать, накал такой, что будут разбираться потом, кто что сказал, либо эти, либо те. Конституцию читать можно. Я, если отошел от буквы и духа, если, нет, от духа точно не отошел, а от буквы мог отойти, не меняя смысла. Ну хорошо. Все, спасибо большое. Спасибо вам.